МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Сейхбат Яхьяева, автор и ведущий программы «Служа Родине». Рада видеть вас снова на канале РГБК «Дагестан». Трудоустройство осужденных на сегодняшний день – приоритетная задача производственного сектора уголовно-исполнительной системы республики. Здесь учитывается не просто занятость осужденных, а получение прибыли от работы осужденных, чтобы они имели возможность возмещать ущерб, нанесенный своими противоправными действиями государству и потерпевшим. Пользуется ли спросом товары, сделанные в исправительных учреждениях? Хватает ли работы для всех осужденных? Кто сотрудничает с УФСИН России по республике Дагестан? И какие виды сотрудничества существуют? Об этом и не только поговорим сегодня с главным инженером управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Дагестан Абдулхаковым. А также сегодня у нас в гостях представитель Буинакской обувной фабрики Османов Тамерлан Османович. Здравствуйте, уважаемые гости. Абдулхак Нурмагомедович, давайте разговор начнем с вами. Насколько мне известно, в этом году уголовно-исполнительная система республики и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве. В чем его смысл? Да, мы в этом году подписали соглашение о сотрудничестве с правительством республики Дагестан. На чем оно основано, сразу остановлюсь. Это федеральный закон об органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, который гласит, что правительство обязано размещать заказы на определенные товары работы, услуги в учреждениях уголовно-исполнительной системы. И в рамках этого федерального закона мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает поддержку производственного сектора, наших учреждений подведомственных. И в этом году мы достигли определенных результатов. Если в прошлом году у нас объем государственных заказов был где-то на уровне 3 миллионов 700 тысяч, то в этом году мы вышли на уровень 38 миллионов. То есть в 10 раз мы увеличили объемы, это позволило дополнительно трудоустроить осужденных, им погашать исковые обязательства, которые на них возложены судом. Основная цель учреждения – это изоляция от общества в плане производства, это обязательное привлечение к труду осужденных, чтобы они могли погашать исполнительные листы, которые на них возложены обязательства, и погашали государству стоимость содержания их, то есть это питание, одежда, электроэнергия, ну все расходы, которые несет государство, чтобы они могли восстанавливать и заработные платы. А есть реальные примеры успешного сотрудничества? Ну, немного опережая ваш ответ, могу сказать, что один из ярких представителей сегодня у нас в гостях, мы предоставим ему чуть попозже слово, а вот кроме Буйнакской обувной фабрики, с кем сотрудничает, с какими бизнес-сообществами? Ну, с бизнес-сообществами в таком крупном масштабе, как с Буйнакской обувной фабрикой, мы пока ни с кем не сотрудничаем из предпринимательского сообщества, да. Это первая наша ласточка. На базе вот этого налаженного сотрудничества мы уже создали 60 рабочих мест в этом году. Это обувной цех, у нас как раз и представитель правительства присутствовал на открытии его, мы его в этом году открыли, но с учетом пандемии нам не удалось, конечно, запустить его уже в полную мощность. Эта задача у нас стоит на следующий год. Абдух Абдул Магомедович, вот вы выше сказали, какие цели вы преследуете, да, приходя к какой-то вот такой договоренности. А вот для чего это надо, Тамерлан Османович, для вашей фабрики, для вашей фирмы? Почему именно исправительные учреждения? Почему именно здесь вы размещаете свои, так сказать, возможности и заказы? В первую очередь, получается, у нас с государством создан агломерат, то есть в первую очередь мы получаем ключ к доступам госзаказам, вот, то есть, помимо этого, то, что осужденные, есть там ребята, которые уже работали до, как говорится, того, как оказаться в местах лишения свободы. И есть там и мастера, плюс большой, то, что по освобождению тоже востребованная профессия. Для моего руководства это не первый опыт, так как на базе женской кизельюртовской колонии уже был опыт. Там тоже производили обувь? Конечно, производили, на протяжении, по-моему, двух лет работали, потом из-за того, что чуть-чуть рынок, как говорится, вы сами знаете, нестабильность показал, пришлось свернуть производство. И на данном этапе уже у моего руководства есть понимание, что помимо того, что там, ну, может, чуть дешевле, да, вот, рабочая сила, плюс к тому, что там действительно можно объемный, ну, наладить объемный выход производства, то есть... Больших масштабов. Конечно, конечно. В заводских таких масштабах, да? Конечно. У нас, получается, как агломерат мы создаем, то есть, если у нас на заводе не будут успевать по шу верхов, то мы будем переводить эту тимошность, как бы, на территорию ИК-2. Плюс, основной плюс, то, что сами по себе площадка, да, вот, ИК-2, она показывает, что мы можем не останавливаться на достигнутом и наладить более массовое производство. Тамир Владимирович, под каким брендом уходит Ваша обувь? Я думаю, что нет, наклейки сделаны в тюрьме. Отсутствует такая наклейка? Отсутствует. Она пока, ну, сейчас, как бы, по новому законодательству требования есть чипование, то есть, честный знак. То есть, любой, кто может приобрести обувь, навести наш штрих-код и уже увидеть, то есть... Где произведено и тем. То есть, да, мы сейчас будем чиповать, и какая-то информация будет, то, что произведено на обувь совместно. Я думаю, что простых обывателей эта информация отпугивать не будет, потому что добросовестно Ваши, так сказать, подопечные с поставленными задачами справляются. Ну, возьмем даже пример этого года. В этом году мы произвели для внутрисемных обувь, обувь, то есть, это ботинки и туфли для осужденных, также берцы и полуботинки для сотрудников. Я вот постоянно на работе, когда вижу, я уже там даже на вид узнаю нашу обувь. А Вы сами носите? Да, конечно. У нас сейчас была последняя поставка ростовского в СИНа, и вот сейчас наша, да, вот я уже заранее как бы на вид определяю, какая наша, какая ростовская, и когда спрашиваю сотрудников, да, ну, как наша там обувь, все как бы, я говорю, она легкая, удобная, многие, допустим, там хорошо чувствуют себя, и удобно носить одно слово. Вот Вы как-то говорили о предоставлении площадей для размещения производств не только для обувь, на обувь, но и для всех желающих. Вот напомните, пожалуйста, нам об этом, расскажите более подробно, как это вообще можно организовать? Ну, в этом году мы уже организовали, но не в таких крупных масштабах, да, у нас есть целевая программа, это 100 школ, ну, и садики тоже туда включены, в этом году мы уже с двумя фирмами проработали вопрос, уже исполнили одной фирмы полностью заказ, и вторая фирма сейчас на стадии завершения, то есть мы, можно сказать, участие, принимаем в государственной целевой программе федеральной, то есть фирма строит садики, она выиграла тендер, строит садик, да, садику нужна ограда. Они привозят нам свой материал, мы изготавливаем для них ограды. Вот две ласточки у нас уже есть в этом году, ну, в прошлом году тоже была, мы для парка Бавтугайского изготовили ограды, в этом году мы уже увеличили, как бы уже две фирмы с нами работают, и планируем вот так увеличивать в течение 21-го года вот эти ограды, да. Не могу не напомнить то, что видела своими собственными глазами, работает цех по изготовлению мусорных баков, для кого готовите? Это госзаказ, это для, тоже, опять же, федеральная целевая программа, чистый город, мы произвели в этом году более тысячи баков, но это уже госзаказ был, да, это администрации, Каспийские, Махачкалинские, МБО-1, вот эти два заказа мы для них исполнили. Ну, сейчас уже на стадии завершения, Каспийская администрация, нам осталось порядка, там, 200 баков изготовить и отгрузить их. А как уголовная исполнительная система решает проблему сбыта продукции, если она, конечно, есть? Много ли продукции выпускается для внутрисистемных нужд? Ну, внутрисистемные нужды у нас в этом году, конечно, уменьшился объем, здесь уменьшением количества осужденных, у нас идет тенденция к уменьшению количества С чем это связано? Ну, гуманизация, законодательство. Освобождается из мест лишения свободы, граждан, раньше срока, да? Не то, чтобы раньше срока, то есть, приходит меньше, чем освобождается. Соответственно, уменьшается численность общая. То есть, альтернативные виды оказания? Да, альтернативные виды, это исправцентры, которые не подразумевают за собой изоляцию от общества, то есть, гуманизация законодательства идет, да. Но мы не останавливаемся, если у нас в прошлом году, ну, где-то порядка на 200 человек у нас уменьшилось общее количество осужденных, которые находятся в местах лишения свободы, связанные с изоляцией. Вот. Проблема сбыта продукции у нас существует. законодательство нам не позволяет создавать большие запасы готовой продукции. И мы в основном работаем под готовый заказ. И вот здесь тоже одна из причин подписания соглашения с правительством, это чтобы у нас был обеспеченный заказ. То есть, если мы в этом году только начали эту работу с госорганами, да, достигли определенного уровня, в следующем году мы уже переходим более к плановому расчету производственных возможностей наших. То есть, мы изучаем закупки госорганов, предлагаем им свою продукцию, которую мы можем, и мы уже заранее в этом году планируем распланировать весь год, когда, что нужно производить, и под это будем подстраивать свою производственную мощность и готовиться, как бы, да, в этом году уже. А на какую сумму проводился выпуск товаров и был оказан услуг в этом году уходящих? Ну, в этом году, если, ну, по сравнению с прошлым годом, если сравнивать, в прошлом году где-то порядка 29-30 миллионов у нас заказ был общий. То есть, это внутрисистемка, госорганы и сторонние организации. В этом году мы достигли 60-61 миллион. То есть, в два раза увеличили мы объемы выпуска продукции. Планируем в следующем году еще увеличить. Мы следим за событиями, которые происходят в уголовно-исполнительной системе. Не так давно прошла рабочая встреча министра промышленности и торговли Республики Дагестан с начальником уголовно-исполнительной системы Республик, с Андреем Викторовичем Поляковым. Просто подводили итоги или говорили о планах на будущее? Ну, мы, соответственно, и подвели итоги, потому что Министерство промышленности от имени правительства Республики Дагестан является, как бы, координатором всей деятельности взаимодействия госорганов власти и муниципальных органов власти с нашим производственным сектором. Они являются нашим, как бы, путеводителем, можно сказать, да, и на этой встрече мы подвели итоги этого года и спланировали дальнейшую работу на следующий год с учетом ошибок, которые у нас были в этом году, с учетом там определенных моментов, то есть законодательство по закупкам меняется и так далее. То есть мы уже планируем расширить взаимодействие, если мы в этом году взаимодействовали в основном это с Министерством Здравоохранения, с Министерством Образования Республики и с Министерством Труда, то в этом году мы планируем увеличить и ассортимент выпускаемой продукции, и объем выпускаемой продукции. Ну, это плавно на 2021 год. Да, соответственно, увеличить основную задачу нашу, которую мы исполняем, это увеличение числа осужденных, привлеченных к труду. Абдухак Нурмагамедович, скажите, пожалуйста, какие ограничения в организации производства в учреждениях УФСИН существуют? Требования законодательства к производству одинаковые что для государственных организаций, что для учреждений уголовной исполнительности, что для частных фирм. В основном, это основное требование, это наличие в уставе вида деятельности, ну и, соответственно, если этот вид деятельности лицензируемый, то обязательное наличие лицензии. Дорогие друзья, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Спасибо за то, что нашли время, пришли с нами сегодня поговорить. А вам, уважаемые телезрители, спасибо, что оставались с нами. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине» и я, ее автор и ведущая, Сагибат Яхьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин